Глава финансовой компании США Бург Маккормак назвал решение Касымжумарта Тукаева об освобождении на три года от уплаты налогов предприятия малого бизнеса беспрецедентным. Тем временем в самой Америке также проходят налоговые реформы. На прошлой неделе, выступая перед конгрессменами, республиканцами, Дональд Трамп заявил, что планирует снижение налогов, направленных на средний класс. Майра Абдрахманова расскажет о совпадении приоритетов двух стран. В снижение налогового времени в целях укрепления среднего класса входит в стратегию администрации Дональда Трампа. Сам он, как бизнесмен, не понаслышке знает о важности такого шага. Совпадают американские интересы и с нашими, казахстанскими. Конечно, размеры экономик и масштабы реформ разнятся, но суть не меняется. В основе просветания нации и благополучия среднего класса, который тянет за собой и другие страты общества. Поручение президента Казахстана Касамжомарта Тукаева освободить на три года от уплаты налогов компании микро- и малого бизнеса получило высокую оценку в США. Это беспрецедентный и очень важный шаг, считает известный американский финансист, глава инвестиционной компании Бург Макормак. Скажу прямо, еще не встречал такого решения по налогам, рассчитанного на три года. Встречаются различные схемы предоставления налоговых льгот, как правило, на более ограниченный срок действия. А в данном случае речь идет о продолжительном периоде, что очень хорошо. Если посмотреть на развивающиеся страны, то все они нуждаются во времени, чтобы накопить капитал, создать основу для рынка акций. И что может быть лучше, чем дать возможность успешному бизнесу накапливать заработанные средства? У бизнесменов таким образом появится лучшая основа для получения займов на выгодных условиях. Через этот шаг также создаются условия для внутренних инвестиций. Всем известно, что экономический рост обеспечивается малым и средним бизнесом, не крупными корпорациями. К удивлению для многих, США, имея столько крупных компаний, опирается на малые и средние предприятия, которые являются логомотивами экономического роста и, что особенно важно, создают новые рабочие места, считает американский финансист. Малый и средний бизнес – самый важный для экономики. Это тысячи людей, работающих день и ночь, что сравнимо по размеру с большими корпорациями. Такой бизнес обеспечивает себя, налаживает цепочку поставок. Именно это подпитывает любую экономику. Майра Абдрахманова, Ренат Садыров, Хабар-24, Вашингтон, США.